Отчет министра внутренних дел Таджикистана за 2016 год Все больше граждан Таджикистана намерены покинуть страну Дума России намерен привлечь таджикских имамов для проповедей среди мигрантов Подводя итоги 2016 года, министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзада сообщил, что в прошедшем году якобы было предотвращено 36 террористических актов Всего было предотвращено 36 возможных террористических актов, которые организаторы намеревались направить против органов власти и мирных граждан заявил министр на пресс-конференции 20 января 2017 года По словам Рахимзада, в 2016 году в стране по подозрению в участии в различных запрещенных, в том числе исламских, организациях было задержано более 400 местных жителей Эксперты считают, что силовые структуры Таджикистана ежегодно отчитываются о предотвращении несуществующих террористических актов Ведь если бы боевики на самом деле существовали в Таджикистане и планировали бы организовать террористические акты то им не составило бы труда организовать их, ведь Таджикистан считается в регионе одной из стран с самой слабой системой безопасности Очевидно, что подобные отчеты направлены на поддержание атмосферы страха среди населения которое служит хорошим оправданием для политики закручивания гаек и борьбы с исламом в народе Таджикистана В Душанбе 12 января возле здания представительства МВД России по вопросам миграции образовалась огромная очередь сообщает информационное агентство Фергана Агентство приводит слова одного из местных жителей о том, что в столице Таджикистана наблюдается активный интерес к программе переселения соотечественников Из-за экономической ситуации в Таджикистане растет количество желающих уехать в Россию На данный момент посетителей гораздо больше, чем сотрудники МВД РФ могут обслужить, исходя из возможностей пропускной системы представительства, объясняет он Российские регионы направляют в МВД запросы о количестве граждан подсоветских республик, включая Таджикистан, которых они хотят принять на постоянное место жительства Примечательно, что граждане Таджикистана и раньше проявляли интерес к данной программе по переселению Но только для получения документов для нахождения и трудоустройства в России А их семьи проживали на территории Таджикистана Но в последнее время все больше таджикистанцев решается покинуть свои родные места, переехав в другую страну И не всегда это оказывается Россия Экономисты отмечают, что причиной такого резкого тока населения является ухудшающаяся с каждым днем экономическая ситуация в стране А также ужесточение политики режима Рахмона по подавлению любого рода инакомыслия Председатель Дум российской столицы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляуддинов Обратился в Комитет по делам религии при правительстве Республики Таджикистан С просьбой прислать в российскую столицу имамов для введения проповедей на таджикском языке В которых будут разъясняться истинные принципы ислама Об этом пишет «Россия для всех» со ссылкой на таджикоязычный сайт «Спутник Таджикистан» Российскому духовенству, по его словам, удается охватить не всех представителей стран Центральной Азии Так как проповеди и религиозная литература на русском языке не всем понятны Решить эту проблему могло бы присутствие в столице представителей духовных управлений Центрально-Азиатских стран, заявил Аляуддинов Собеседник Хабархо, политолог Фердал Салимзада, прокомментировал данную ситуацию следующим образом Данное обращение еще раз доказывает, что российские власти не справляются с резким скачком исламского возрождения в России И одним из факторов этого возрождения они считают наличие трудовых мигрантов из Центральной Азии Однако, следует заметить, что устранение проблемы языкового барьера кардинально не повлияет на ситуацию Ведь духовное управление мусульман как в России, так и в Центральной Азии Своим постоянным искажением ислама и поддержкой антиисламской политики властей уже давно потеряли доверие мусульман Human Rights Watch В Таджикистане процветает авторитаризм Рахмон назначил сына мэром Душанбе В России ФСБ задержало гражданина Таджикистана